Приветствую вас, по моему мнению Лидия ответила вам очень хорошо. Я хотел бы сказать, как бы вот в дополнение к ее ответу, что, ну во-первых, вы кому-то что-то пытаетесь доказать, а вы придаетесь чересчур много значения тому, что вы чего-то добьетесь, то есть для вас успех это не просто успех, это вот чересчур перегруженная, чересчур переполненная значениями форма. И нужно разгрузить эту форму и лишние значения убраться. Ну вот, представьте себе, да, что любой успех, любое успешное действие для кого-то обнажает просто успех в том, что он делает, да, ну просто, например, допустим, я ответил на ваш вопрос, вы, например, сделали его лучшим, и это для меня успех, можно сказать так. Но если вы не сделаете мой ответ лучшим, этого успеха не будет. Я не буду думать хуже о себе, вы, наверное, точно будете думать хуже обо мне, то есть как бы все останется так-то. А теперь предположим, что от оценки моего ответа зависит, например, моя будущая деятельность в этой сфере, в сфере психологии, например. Согласитесь, значимость уже достаточно сильно вырастает. И вот у вас происходит именно то же самое, что вы опасаетесь успеха именно потому, что он для вас имеет через чур много значений. Об этом, вот это нужно разобрать в первую очередь. Дальше, вы недостаточно сильно себя любите, недостаточно себя уважаете, недостаточно себя цените. Это ваше чувство вины, которое вы назвали, которое вы описали, да? Оно привито вам, ну, как вот, опять-таки сказала Лидия, привито вам родителями. Но отсмотрено избавляться, отсмотрено избавляться, снимать с себя часть вины, определять основные моменты, почему вы считаете себя хуже, например, других людей. То есть, почему другие люди имеют право на удовольствие, а вы нет. И с этим работают. То есть, вам нужно развиваться личностно. Именно сначала начать с того, чтобы, как бы, получить то, что не дали вам родители. Родители не дали вам безусловной любви, самоуважения, равенства по отношению к другим людям, обязательное поощрение за успех и так далее. Ну, а касаемо вопросов к мотивации, здесь ответа, где Лидия меня опередила, сказала, что все правильно. Я лишь добавлю, что для мотивации нужно, наверное, только еще, кроме поиска мотивов, для мотивации нужно волевая регуляция, то есть, чтобы вы умели удерживать свое внимание на конкретных вещах. А для этого требуется тренировка. То есть, вам нужно учиться удерживать внимание на чем-то, не распылять его, не отвлекаться на что-то другое. У меня отвлекалось впечатление, что у вас это и есть. Ну, и, как я уже сказал, вы из-за того, что для вас имеет слишком большое отношение то, что вы делаете, подходите к решению задачи творчески. Это как некоторые задачи решаются не творчески. Некоторые задачи решаются механистично. И вот именно механистичности вам не хватает. А механистичности вам не хватает из-за придания, если вы решили много, много, много значений тому, что вы делаете. Соответственно, эти проблемы, и с ними нужно работать, их нужно разбирать. Выберите эксперта, любого, который вам понравится на нашем ресурсе, и начнете с ним работу, потому что в рамках одного ответа вам не помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.